Ах, черт, мы снова идем. Есть у нас экстатический спиритолог. Нечто радостное, нечто выгодное, нечто позорное. Посмотрим, что это за карточки, как они будут влиять. Начинаем наше путешествие. Медиум. Зал полон, зрители затаили дыхание. Пожалуй, меня прождали достаточно долго. Окей. Сейчас прочитаем про все. Экстатический спиритолог. Иногда, когда я в ударе первые ряды, теряю сознание. Нечто выгодное. Тихо, 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 пауза. Оно тут еще... Время у этого всего есть. Однако. Лучик денежного света, крошечная возможность, метафорическая купюра в 5 фунтов на мостовой. Нечто радостное. Восторг не длится долго, но иногда он живет дольше нас. Нечто позорное. Не все тайные удовольствия можно обсуждать в обществе. Вот это, пожалуй, я вот так передвину. Так, давайте. Я стою на сцене в одиночестве. Один из зрителей задает первый вопрос. Это лишь первый из долгой череды моих сегодняшних слушателей, которые будут отрицать, что мертвые и мертвые. Однако у меня россыпь подготовлена... Однако у меня подготовлена целая россыпь ответов. Нечто радостное. Давайте. Мне показывают фотографии залитого золотом дня. Достаточно давнего, чтобы вызывать ностальгию. И достаточно близкого, чтобы еще не быть забытым. Нет? Думал сразу вторую положить. Погнали. Нечто большее. Посмотрим, посмотрим, как за медиума играть мы будем. Подражать мертвецам. Нечто радостное. Возвращаясь на свое место, мой зритель всхлипывает. Если он придет в другой раз, я не буду отвечать на его вопросы. Я буду персонажем его истории, а не наоборот. Воздух сегодня не такой, как всегда. Легкий аромат снега? Едва ли. Ха! И карточка пропала. Мистика здоровья. Сюда денежка уже ушла. Окей. Прошлой ночью. Там на сцене ко мне вернулась память о бледном сне. Давайте еще. Нечто позорное. Огонь. Я оставляю лишние подробности о грехах мертвецов при себе. Это не нужно ни мне, ни зрителю. Однако я позволяю себе пару намеков, которые он точно распознает. Посмотрим, посмотрим. Жалко, что это уходит. Что эти карточки одноразоваты, грубо говоря. Сама перелетела соблазн память. Я открываю рот, чтобы начать говорить и чувствую на языке снег и медь. Соблазн память. Прохладный ветер под красным низко нависшим солнцем. Забытые голоса волн. Силуэты, что скакали за нами по снегу. Все разлетелось на осколки за стеклом времени. Мне надо отыскать утраченное. Так, 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 так. Там на сцене ко мне вернулась память о бледном сне, который все же повторился. Прохладный ветер под красным низко нависшим солнцем. Забытые голоса волн. Силуэты, что скакали за нами по снегу. Тоска лежит у меня под сердцем тяжелым камнем. Второе здоровье. Давайте поспим. Я слышу вдали собственный голос. Я говорю что-то о слоновой кости и старых снегах. Я подражаю пению птиц. Зрители начинают неуверенно посмеиваться, но кое-кто плачет. Я произношу полузнакомые имена. Манмаранцы, мнение Сейт. Действие продолжается. Кстати, да, насчет имени. Имя. Сейт. Не Манмаранси, а именно Манмаранцы. Я знаю это имя. И я помню его со времен увлечения живописью. Так, секунду. Эту штуку сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Вот так. Окей. Помнит мое имя, Медиум. У какой? А то, что у меня все культисты названы Сейнтом, это нормально. Да, они друг друга будут... Их судьбы будут переплетаться теперь, да? Или как? Потому что по факту он назвал мой никнейм, который я вписывал в предыдущие три раздела имени. С предыдущими тремя героями. Понятно. Время проходит. Тень на солнечных часах движется. Чтобы жить, мне нужны средства, иначе я заболею. Понятное дело. Хорошо. Сейчас у нас подают к концу сразу три действия. 3, 8, 3, 8, 3, 4. Сон подобен бесконечному черному океану, но порой у дальнего берега моряка встречает огонь светильника. Путь сердца. Каждый раз, когда дело касается принципа сердца, я могу получить стойкость. Манмаранцы. А вот оно. То самое место, где мне встретилось это имя. Галерея с серым фасадом, затворенным, захлопнутым словно створки окна. Получил разум и галерею Манмаранцы. Так, окей. Эту небольшую, но впечатляющую коллекцию собрал Алистер Манмаранцы. Третий и последний из картографов Манмаранцы и его загадочный покровитель Тимоти Макдональд. После их гибели... Да что такое? Че так быстро пропадает карточка? После их гибели в популярной экспедиции коллекцию решили выставить в неприметном сером здании у Тихого парка. При двух условиях. Не фотографировать экспонаты и не выставлять их на солнечный свет. Хорошо. Театр разрывает со мной контракт. Управляющий не снизошел даже до того, чтобы нанести мне это оскорбление лично. Я стою на промозглой улице, размышляя о жалких лохмотьях, в которые превратилась моя репутация. А сверху с карниза на меня смотрят бледные голубки. В их мягком ворковании почти слышны слова. Манмаранцы. Нения. Сейнт. Репутация медиума. Дурная слава. Соблазн память. Так, окей. Моя артистическая репутация уничтожена. Миру предстоит узнать во мне оракула. Однако власти уже начали за мной приглядывать. Нечто выгодное. Поехали. Пойду-ка я исследовать оживленные проспекты днем и облеченные туманами лабиринты ночью. Я буду бродить по улицам в поисках тайн, пока у меня не откажут ноги. Если повезет, долгий сон придаст мне сил. Иногда можно обрести безмятежность. Чаще всего вы не получите ничего. Порой вас ждет ужас или фиксация. Давайте поспим. Мне встретился человек, который готов сделать неприятное, но необходимое дело за день. Нет, опять этот подрывник. Нет, я думал, найдешь мне галерею или книжный магазин. Это не то совсем. Мне это не надо. Спасибо. Это что-то совсем не то. Сегодня мое собственное сердце бьется сильнее стойкость. Эта история принесла всем участникам неплохой доход и придала мне еще больший флер загадочности. Мистика, мистика, репутация медиума. Иногда я говорю голосами, которые невозможно представить. Нет. Нет. Ну и ладно. Ну и ладно. Окей. Договорились. Так, а где исследование? Я бы исследовал здоровье, чтобы получить вторую стойкость и... Улучшил бы свою силу. Причудливые желания? Какая жажда движет нами? Ну, у меня тут жажда... Память. Соблазн мой. Ну. Соблазн, память. Убрать не могу. Пока что мои потребности и желания те же, что у любого смертного, но что во мне просыпается? Порой мне снится высокая женщина в песочном плаще. Она стоит у моих ног и улыбаясь смотрит, как я сплю. Ее голова поворачивается очень быстро, будто у птицы, а пальцы сжимаются и разжимаются подобно когтям. Кажется, прошлой ночью она не приходила, иначе мой сон не был бы таким крепким и спокойным. Так, секунду. Одну секунду. Аудио. Давайте вот так, потому что музыка как-то слишком тихая, а вот эти звуки слишком громкие. Вот так. Скользающие воспоминания нельзя. Понятно. Окей, окей. Договорчик. Пожалуй, нет. Нужно быть избирательнее в знакомствах. Исследование, ускользающее воспоминание. Пусть мои мысли свободно бродят по царству памяти, я последую за ними, в сердце угнездятся забытые было чувства. Сон. Один человек когда-то сказал, что сон разума порождает чудовище. Позволять своему сознанию свободно блуждать по царству снов бывает даже полезно, однако рано или поздно мои страхи породят чудовище. Поехали. Так, мне не хватает еще одной вот этой, вот этого квадратика с изучением. Как его получить, это пока хороший вопрос. Может сходить в галерею Монморанца Макдональда, раз она у нас открыта. Почему, собственно, и нет. Средства пока есть. Память подобна лабиринту и в сердце его лежит сад. Так, поехали. Я плачу за вход и взбираюсь по темной лестнице. Все это должно что-то значить. Возможно, это значит, что мой разум болен. Какая жажда движет нами. Опять сейчас соблазн память сюда примагнитится. Но это не проблема. Вообще не проблема. Интересно, что вот тут будет. С этой галереей. Ужас. Пока что мои потребности и желания все те же, что у любого смертного, но что во мне просыпается. Во мне ужас, блин, просыпается. Мне это не нравится. Эти ужасы добивают. Дважды уже я помер из-за ужаса. Один раз из-за нехватки средств. Дважды из-за ужаса. Сомнительные святые. Анатомические рисунки. Так, не надо. Я не сомнительный святой. Я нормальный святой. Анатомические рисунки, набросанные пастелью реликварии. Эскизы, намалеванных на камни глаз. Старая серия под названием Сезоны Абидоса. Несколько раз написанная маслом в разную погоду. Улица с мраморными храмами. Но меня непреодолимо тянет к одному портрету. Тянет еще до того, как я вижу название. Оккультная заметка. Тайные истории лежат под явной, наслаиваясь друг на друга словно оттенки аромата в редком вине. Это обрывок одной из таких историй. Добавление этой заметки к исследованию может открыть секретные уголки страницы. Давай. Кожа мисс ныне темна, но ее коротко остриженные волосы белее слоновой кости. А глаза подобные снегу. Я прихожу каждый день, надеясь узнать, почему меня сюда так тянет. Картина не произносит ни слова, разумеется, ведь это картина. Но потом я словно бы вспоминаю ее слова. Окей. Посмотрим, на что это нас выведет. Как бороться с ужасом? Хороший вопрос. Сегодня меня ждет сон о музее. Ясно. В витринах невозможного музея я раз за разом вижу белое как снег и твердое как мрамор яблоко. Золотого жука в строгой коробочке. Застенчивый геометрический объект, ожидающий моего прикосновения. Черный конверт, из которого рвется наружу весна. Медную ложу для измерительных приборов. Бурю в жестянке. Я всегда просыпаюсь, не успев добраться до конца пространства. Ты молодец, что ты не успеваешь добраться до конца прохода, потому что фигево знаешь, что нас там ждет. Вопрос в другом. Где ячейка исследования, чтобы я здоровье свое происследовал? Я не помню, как она называется. Не сон, а... Ну вот есть сон, есть время проходит, есть поискать в городе потайные места, а есть ячейка, где можно закидывать и здоровье, и разум, и получаешь и проблески, и стойкости, и прочее, прочее. Книги там можно изучать. Как ее вот сейчас мне открыть? Это очень хороший вопрос. Репутация медиума. А можно просто так, да? Без информации. Окей. Внимание не того рода. Город переполнен журналистами, детективами и другими беспокойными людьми. Когда же они оставят меня в покое? Окей. Так, медиумом можно идти работать просто так. Без информации. Моя артистическая репутация уничтожена, миру предстоит узнать во мне оракул, однако власти уже начали за мной приглядывать. А что, власти завидуют мне, что я могу говорить с мертвыми, а они нет? Еще один ужас. Три ужаса уже. Противник. Кто-то что-то затевает. Имеет смысл дополнительно осмотреть это место. Да, вот такой карточки еще не было у меня. Забытый Митриум. Искатели древностей унесли из этого храма все самое интересное, но здесь еще может быть потайная дверь. Неповторимо. Существует лишь однажды. У-у-у-у. Я могу добавить еще одного последователя, если думаю, что он пригодится в экспедиции. А у меня нет последователей. Окей. Я вспоминаю, как мы с мисс Нэннией обсуждали низко нависшее мудрое красное солнце, бледную радость полета. У меня родилось убеждение, что если принести ей одно из сокровищ моей памяти, она подарит мне иное сокровище взамен. Так. Эмоции. Мисс Нэнния. Портрет темнокожей женщины с глазами цвета снега и коротко стриженными волосами цвета слоновой кости. Она стоит перед небольшой мраморной гробницей, заросшей звездчатым жасмином. Написано Йонас Мунг, 1811. Память. Нет. Разумно ли рассказывать ей о моих страхах? Я сомневаюсь, что ее можно назвать доброй картиной. Едва ли. А о стойкости нельзя, а о мистике тоже. А давайте о страхе расскажем. А если нет? Мисс Нэнния ждет со всем присущим картинам терпения. Ну давай попробуем. Слушай, соблазн память. Есть цвета мира, есть цвета обители. А еще есть утраченные цвета, их отсутствие. Клинок, которому я не могу дать волю. В вас вцепился соблазн памяти. Никакой другой соблазн уже вас не тронет. О как. Интересно. Прям очень даже. Прям очень даже. Сегодня ко мне никто не приходил. Это и к лучшему. Мне все равно нечего сказать. Я понял. Эмоции. Раньше мне приходилось рисовать. Я могу нарисовать тебе пейзажи, что помню из снов. Я могу даже что-то продать, но не буду. Что-то во мне изменилось, но я не могу вспомнить, что именно. Подходящий ресурс может унять ужас. Ага. Унять ужас можно. Мне нечем унимать ужасы. Это проблема. Это прям проблема. Всегда есть кто-то, кто не понимает или понимает слишком хорошо. Вот зачем нужно искать изоблачающие меня улики, чтобы предъявить их властям. О, усатый детектив, который усталый, но и усатый одновременно. Ладно. Ладно, ладно. Понял. Нет, никак не появится квадратик с изучением. Это проблема. Давайте я здоровье сюда закину. Может мы найдем какой-то книжный магазин. О, появился. Что-то так далеко от всех, дружище. Давай сюда. Давай вот так. Вот, отлично. Чем дольше я смотрю на улыбку Мисс Нэнни, тем больше мой взгляд притягивается к ее зубам. Два ужаса. Найс. Просто лучшая история. Мисс Нэнни напомнила мне о книге, которая лежала забытой много лет, но она все еще где-то у меня. Ай, безрадостные мысли. Ужас может привести к полному отчаянию. Е-мое. 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 Мое-е. Кажется, мне попалось необычное место. Аукционный дом Арифламма. Так, Арифламму сюда. Давайте еще. Один человек когда-то сказал, что сон разума рождает чудовище. Поспи, может, нам даст что-то, чем мы сможем унять ужас. Потому что вот у нас еще есть три ужаса. Если они все сюда прилетят, то у меня будут мрачные дни и сомнения. И вообще жесть полная. Встретился человек. Нет, не то. Человек мне сейчас не нужен. Мне бы здания, места новые, всякие разные. Картина закончена, но никто этому не радуется. Никто, кроме меня. Рисование порой будет приносить вам проблески. Изучайте их, чтобы открывать новые возможности для рисования. Хаган и Гриствуд. Погребальные обычаи раздирных гор. Книга была куплена много лет назад в поисках. Вдохновение и новых идей для представлений. Ничего полезного в ней не оказалось. Однако теперь я вспоминаю записанный авторами наговор. Его звучание неприятно моему уху. Но упоминание растертой в порошок слоновой кости живо отзывается в моем сердце. Формула. Эликсир Сиваим. У меня есть тайный рецепт, в который входит мед, асфадель, толченая слоновая кость и крапчатый гриб. Что растет только у захоронителей. Алый секрет. Некоторые слова можно написать без ошибок, только правильными чернилами. Так, а что если проблеск? Проблеск. Разъярённый лев мудрее подъярённой кобылы. Если я займусь изучением того, что мне знакомо, то развью эмоции и получу навык. Окей. Такая музыка забавная в игре, как будто... Как будто это саундтрек к какому-то триллеру. Не знаю, у меня вот такие ассоциации возникают. Мистический триллер даже, я бы так сказал. У нас всего три монеты. Это плохо, это мало. Усатый детектив. Ты не хочешь сгореть, как карточка? Вы можете справиться с отчаянием, отдав ему безмятежность. Иначе при трёх ужасах оно уничтожит вас. Окей. Где мне эту безмятежность получить? Здоровье поднялось. Сгорай, сгорай. Сгорай, сгорай, ужас. Отлично. Тоже сгорай. Пожалуй, нет. Нужно быть избирательным в знакомствах. Поехали. Поехали искать. В моей душе множество окон. Но в них попадает не только солнечный свет. Мне удалось развить свои эмоции. Но в следующий раз сделать это будет сложнее. Богатое воображение. Две эмоции у нас есть. Это хорошо. При наличии двух фрагментов знаний одного уровня и аспекта я могу изучить их вместе и углубить свои познания. А знаниями другого типа их можно обратить. Возможно, правильное сочетание влияний увеличит мою силу. Возможно, ужас позволит мне усилить опасное влияние. Если я хочу поддержать или свергнуть тех, кто всем управляет, мне надо узнать о них больше. Вам нужны внушительные познания о соответствующей сфере. Я понял. Мне не снилось ровным счетом ничего. Утром мне захотелось слегка потянуться, прежде чем не спеша вылезти из постели. Проведенные в тишине часы вдохнули в меня новые силы. Так, это отлично. Разум. Разум, разум, стойкость. И вот тут внимательный зритель мог заметить, что на фоне у меня начинает звучать великолепная мелодия звонка, который я пошел выключить, потому что я забыл выключить звук на своем телефоне. И думал, сделаю аккуратную срезочку. А проблема в том, что я выключил микрофон, а потом забыл его включить. И поэтому оставшуюся часть видео я сейчас перезаписываю. Потому что на монтаже оказалось, что... Да, микрофон я забыл включить. Но это не проблема. Я думаю, что мы справимся. Это прям вообще не проблема. Так, неизвестное место. Кажется, что-то удалось нам открыть. Это хорошо. Это замечательно. У нас есть усталость, стойкость. Стойкость соединить со второй стойкостью, чтобы получить усиление данного атрибута. Но пока что... Пока что не из чего изучить здоровье. Можно эмоции закинуть в сон. Посмотрим, что нам даст сон. Из эмоций. Из эмоций. Опять ужас. Ужас в отчаянии. И... Найти бы безмятежность. С помощью которой мы будем справляться... Справляться с нашими ужасами. Потому что эти ужасы уже заколебали. Ни одного героя погубили. Уже две штуки их есть у нас. Если придет третий, будет прям проблема. Между прочим, дамы и господа, если кто-нибудь знает наверняка, как получить безмятежность из такой карточки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, чтобы я меньше умирал. Потому что уже... Уже прям сомнительно, сомнительно. Здоровье закинем в свежий воздух и упражнение. Здоровье закинем сюда. Посмотрим, что нам придет. Усталый детектив. Все нас преследует. Усталый, усатый детектив. Ждем, ждем приходов новых карточек. Здоровье. Здоровье. Пойдем работать неквалифицированным. Трудом. Да. Тут пока ничего. 8 секунд буквально. Посмотрим, что придет по эмоциям. И еще. Собирается дождь, однако это правильный дождь. Так, отлично. Сверху у нас воздушная ряпь. Солнце трепещет, подобно тени. За поверхностью зеркал идут рябью сны. Мне нужно сохранять осторожность, чтобы не выскользнуть из мира. Фиксация может спровоцировать видение. Отчаяние. Вот, получает карточку безмятежность. Это мы эмоции закинули в сон. Так, это хорошо. Три ужаса нам не нужно. Возможно, безмятежность может убрать один из них. Мне снился дождь, он шелестел по карнизу, стучал в окошко, словно старый друг, проказливо свистел. Что-то в дымоходе правильное. Дождь почти всегда приносит с собой ощущение счастья. Эмоции истощены. Эмоции истощены. Отлично. Клуб Экзидис. Открыть булавку с книгами. Но проблема в том, что сейчас денег у нас немного. Пришлось немного забросить обучение. Но теперь я держусь прямо. Вторая стойкость есть. И теперь стойкость и стойкость. Я чувствую прилив сил. Физические упражнения пойдут мне на пользу. Будет выученный урок. Неквалифицированный труд практически. Подошел к концу. За медиума не так уж и просто играть. Вот репутация медиума. С ней пока особо ничего и не поделаешь. Так. День подошел к концу. Моя работа тоже, но у меня хотя бы будут деньги. Средств на существование прям маловато. Прям вот мы идем. Крапулька в крапульку. Богатое воображение. Эмоции закинем. Можно ли из двух создать? Можно, конечно же. Да, третьи эмоции не обязательно. А вдруг это позволит мне выжить? Кто знает? Кто знает? Добавьте мистики или дурной славы. Отлично. Вдохновение. По вдохновению что? По вдохновению у нас есть... Ничего у нас такого, собственно, нет. Тоталый секрет можно поставить. Знающие поймут, какие бюро умолчания. Бюро умолчания. Видимо, какая-то правительственная организация, которая может докопаться до нас. В случае чего. Отчаяние отступают. Воспоминания о лучших временах отгоняют волка от двери. Это отлично. Это отлично. Нужно найти еще одну карточку безмятежности. Мир, как он есть. Ускользающие воспоминания. Зеркала спокойны. Солнце не движется. Слава отступает. Мой разум трест. Словно это кого-то волнует. Фиксация не порождает видений. Пойдем, отдадимся воспоминаниям. Пусть мы, если свободно, бродят по царству памяти. Я последую за ними. Отлично. Отлично. Пока что самые большие проблемы для меня... Во-первых, вот эта история с ужасами. Три ужаса и меня может уничтожить. Уничтожить могут эти три ужаса. И заработок денег. Так, эмоции еще сюда закину. Возможно, получим еще одну безмятежность. Я на это надеюсь, по крайней мере. Теперь я сильнее, чем прежде. Мне удалось поправить здоровье, но в следующий раз делать это будет сложнее. Вот, навык сильное тело. Наконец-то получаем. Отлично. Разум. Прочесть все, что попадется. Сейчас, сейчас попробуем получить тоже улучшенный навык разума. У нас есть навык сильное тело. У нас есть навык богатое воображение. И если получим улучшенный, вернее, выученный урок с разумом, это будет эрудиция. Соединим с еще одной эрудицией и получим что-то новенькое. Так. Опа. Формула и эликсир сего им. Интересно, что будет, если мы поспим и подумаем о нем. Так, так, так. За пределами желания. Можно ли чему-то научиться, удовлетворяя желания? Память подобна лабиринту и в сердце его лежит сад. Следование. Мою последнюю работу сочли важной. Не знаю, удастся ли на этом заработать. У-у-у-у. Всего сколько мистики прилетело. Дурная слава. Четыре мистики. Усталый детектив сейчас смотрит. Ручки свои потирает. Усы свои потирает. Просто думает, сейчас я буду до тебя докапываться. Здоровье. Обыскивание города. Еще одну карточку здоровья отправляем в работу. Хорошая карта Соблазн Память. Она устоявшаяся. Устоявшийся Соблазн Мисс не ждет со всем присущим картинам терпением. Мистику нельзя. Я понял. Проблеск из эмоций тоже нельзя. Ничего страшного. Найдем что-нибудь, что можно. Так. Кажется, мне попалось необычное место. И, наконец-то, это лавка Морланд. Это не может не радовать. Здоровье ушло. Мне плохо. Замечательно. Этого мне еще не хватало, потому что ни денег нет, ничего. Хотя, если мне память не изменяет, можно стойкостью болезнь победить. Это похоже на просветление. Проблеск получили эмоциональный. Окей. Окей. В теории даже это можно все соединить вместе. Отчаяние подкрадывается все ближе ко мне. Эти отчаяния. Эти отчаяния. Бесят. Просто бесят. Взъерошенные ветром поля мерцание реки. Звенящий холодок. Разум. Эрудиция. В словах были знания. Теперь они есть и во мне. Это напоминает не то кражу, не то пир, не то распространение заразной болезни. И еще раз разумом. Прочесть все, что попадется. Эрудиция есть. Отлично. Эрудиция есть. Это великолепно. Отчаяние. Эмоции. Так. Я поддеваю, поднимаю. Ага. Третий ужас. Я поддеваю, поднимаю. Третий ужас. И радуюсь этому. Кошмар. Эрсо. Я поддеваю, поднимаю половицы и проползаю под них. Я лежу под полом. Точно упрятанный труп. Пахнет горячей пылью. Во рту сплошные занозы. Но я внизу. Не стоило скорее всего про этот эликсир спать. Но у нас есть какая-то узкая трещина. Облака расступаются. Стены трескаются. Старые раны поют. Влияние шестого порядка, значительный резонанс или соответствие может использоваться в некоторых обрядах для призыва подручных. Ясно. Не можем мы это пока использовать. Неквалифицированный труп. Я не подошел к консору. Моя работа тоже. Но у меня хотя бы будут деньги. Понятно, понятно, понятно. И опять же, работаем только за счет нашего физического труда. Здоровье костьми лягу, но заработаю бабла, как говорится. Прилюдное обсуждение незримых искусств привлечет внимание. Может быть, мне это и нужно. Да, у нас уже внимание как бы есть, но нужно попробовать. Может, это на самом деле что-то принесет. Еще раз идем работать. Монет. Нет, просто катастрофа. Монет. Тупо. Нет. Свидание интерлюдей. Если у меня есть друг, то сейчас самое время возобновить общение. У меня никого нет, но это отчасти умиротворяет. Безмятежность. Безмятежность закинем к... Так, во-первых, недуг. Болезнь навредила моему здоровью. Вылечить недуг можно при помощи средств или стойкости. Сюда раз. И стойкость у нас есть отлично. Два. Лечим. Сейчас безмятежность должна уйти на карточку. Да, вот сюда. Автоматически ушла. Примагнитилась. Воспоминания о лучших временах. Уберет хотя бы один ужас. Потому что... Три уже убийственные. Судя по тому, что они убили у меня и танцовщицу. И вообще. Вот вторая эрудиция. Получаем мы ее. И сейчас мы сможем скрафтить одну, вторую больше эрудиции. Мне стали известны разрозненные факты. Если я займусь изучением того, что мне знакомо, мой разум будет улучшен. Вот. Да. Навык богатое воображение. Навык сильное тело. И сейчас мы наконец-то получим какую-то улучшенную эрудицию, судя по всему. Алый секрет нельзя. И вот проблема на самом деле кроется в том, что денег сейчас нет. Мистика. Мистики. Четыре штуки. Мистика пропадает очень долго. Мистика прям вообще легкий эффект уже у нас здесь. Веревки развязываются. Окна распахиваются. Замки открываются, словно только что смазанные. Влияние второго порядка, очевидно, для восприимчивых мгновенно распознается знающими. Может использоваться в некоторых обрядах для призыва подручных. Ясно. Пока мы не знающие. Пока мы не второй порядок, не первый и вообще. Да и подручных у нас нет. У нас есть один усатый усталый детектив. И на этом все. Окей. Так. Эмоции. Знакомый. Идем со мной. Пошли. Пошли посмотрим, что так. Монет сразу ушла. Я забираю. Еще раз здоровье кладу, потому что денежек нет. Хорошо. Усталый детектив. Внимание не того рода. Город переполнен журналистами, детективами и другими беспокойными людьми. Когда же они оставят меня в покое? Вопрос правильный. Так. Исцеление. Хорошо. Здоровье получил. Вопрос правильный, но еще проблема в том, что мистики 4 штуки и дурная слава. И все по 148 секунд. По 147,8 секунд. И эмоции. Внимание. Они сейчас будут притягивать эти карточки знатно ко мне. Интересно, как оппоненты могут использовать. Вот одна мистика ушла. Противник ищет, расспрашивает, чем я занимаюсь. 27 секунд он ищет. И скорее всего потом возьмет еще карту. Отчаяние продолжает крутиться. Две штуки. Они тут есть. Остаются. Хорошо. Мой ум, моя библиотека. Мне удалось улучшить свой разум. Но в следующий раз сделать это будет сложнее. Навык ученость. Я так и сыплю умными изречениями. С двумя извлеченными уроками принесет больше разума. Ясно. Так, сюда стой рядом с остальными. Спасибо. Закрывайся. Закрывайся. Лавка Мортл. Но туда идти без денег и смысла нет. А денег у нас куры не клюют вообще. Прям вообще. С помощью репутации медиума. Можно конечно пробовать. Но у нас нет никаких призывов к этой доске. Так, противник. Вторую пошел мистику. Моя мистика привлекла внимание охотника. Пока что доказать ничего не удастся. Но против меня еще будут работать. Он потом и третью так может забрать. 100 секунд. А там 50 с чем-то. Будет изучаться та карточка. Охотником. Тоже мне охотник называется. Идем со мной. Говорит знакомый. Окей. Кто-то такой. Лейдлоу знакомый. Умелец-ремесленник. Чье мастерство поражает. Возможно получится превратить в последователя. Давай поговорим. Сегодня мы можем стать чем-то большим. Лейдлоу. Лейдлоу. Окей. Лейдлоу. Так. Денег нет опять. Стой. Спокойно. День подошел к концу. Не то. Здоровье отлично. Поехали. Стойкость. Стойкость. Получим урок. Болезнь мне плохо. Да хватит болезнь. Успокойся. Остановись. Пожалуйста. Еще. Еще здесь что-то. Выбрать основные принципы. Традиции. Порыв. Старое. Новое. Или и то и другое. Копите знания, чтобы выбрать основные принципы своего культа. Учения. Какие у нас есть учения? Эмоции нельзя. Мистика. Нет. Ясно. Репутация медиума. Нет. Алый секрет. Ну поехали. Оккультное сообщество, посвященное тайнам рождения, крови и желаний. Посмотрим, что из этого выйдет. Тут у нас... Я берусь за основательный труд, что привлечет внимание властей. Нужно приготовиться. Вы начали создавать свой собственный культ. Пройдет некоторое время, прежде чем вы сможете привлекать последователей. Хорошо. Отлично. Два ужаса остаются держаться. Так. Смотрим. Сон. Путь сердца. Сегодня мое сердце бьется стабильно. Кошмар, очищающий рассвет. Я кусок за куском отслаиваю себе кожу. Подцепляю сухожилия, будто вытягиваю застрявшую между зубом жилку. Моя кожа подобна изорванному одеялу. Солнце взымается над горизонтом с триумфальным боевым кличем. Свет, точная кислота, льется на мои обнаженные кости. Я проснусь от боли и кости будут ныть еще много дней. Но солнце успело выжечь на них слова. Эмоции, энергия, сияние, фиксация. Хорошо, что не ужас, конечно. Это отлично. Энергия, сияние. Свет орошает кожу и насыщает воздух. Влияние шестого порядка. Значительная резонанс или соответствие. Что вот это за шестой порядок? Что за второй порядок? Это интересно. Вторая карточка уже с подобного рода информацией. Но мы то ли пока не особо сведущий культист, чтобы понять, что это такое. Или у нас недостаточно знаний. Клятва служению. Час, которому мы будем служить, требует, чтобы мы посвятили его цели, свои эмоции. Необходимо почтить его жертвой. Ну, естественно, наверное, эмоции сюда закинуть. Хорошо. Отлично. Так, я еще мистику забрал. Дурную славу забрал. Вернее, не мистику. Окей. Глянем, на что это выйдет. 50 секунд. Аспект репутации. Малвы боятся многие совести кое-кто. Неплохая фраза. Так, деньги. Тут забрал. Тут стойкость. Излученный урок забрал. Тут недуг очередной. Я беру недуг. Стойк нет. Так, секунду. Недуг сюда. Стойкость сюда. Огонь лечить недуг. Здоровье отлично. Поехали. Как фармить деньги? Напишите мне, как фармить деньги. И напишите мне, как брать безмятежность. И будет супер. Я смогу тогда намного дольше жить и выруливать. Мой первый последователь, культ, в котором состоит один лишь человек, не более чем экзотическое причудо. Нужно завербовать последователя. Согласен. Как это культ без людей? Как это самое? Какая жажда движет мной? Память соблазна не меняется. Поэтому это просто... Просто-просто карточка, которая туда идет и возвращается обратно. Это постоянный устоявшийся соблазн. Но вот беспокойство может перерасти в ужас. И это плохо, потому что это будет третий ужас. Меня охватывает странное томление. Причувствие сияния. На изнанке мира теплится свет. Свет над обителью. Свет, который проникает через стекло и кожу. Он есть и здесь. Влияние второго порядка. Опять же там... Да, очевидно, для восприимчивых, когда вены распознаются знающими. Это для уже продвинутых, я так понимаю, культистами. То есть какие-то первые порядки, знающие. Четвертые порядки. Шестые порядки. Кто-то знает, кто-то не знает. Мы пока не знаем. Мы пока не особо знаемщие. Так вот вся репутация, дурная слава, сгорела. Отлично. Наш путь к величию начался. В этом мире появился новый культ. Это первый шаг к великой власти. Вербуйте и повышайте своих последователей. Обсуждайте свой культ с последователями. И выдавайте им связанные с развитием культа задачи. Временная штаб-квартира. Наше дело не терпит посторонних. Нам стоит поискать более уединенное место. Отлично. Отлично. Ну, я думаю, на этом мы будем потихоньку заканчивать. Потому что серия получается уже, в принципе, довольно долгой. Я надеюсь, что мы сможем найти безмятежность для того, чтобы утолить этот ужас. И у нас появился какой-то орден кровавой чаши. Давайте прочтем. Оккультное сообщество, посвященное тайнам рождения, крови и желания. Используйте культы с действием разговор, чтобы вербовать и повышать в звании последователей. И отправлять их с поручениями. С поручениями. Неофита можно сделать адептом. Самые одаренные из адептов могут подняться еще выше. И стать гидонистами. Ух, звучит опасно. Но будем прощаться с вами на сегодня, дамы и господа. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте. Ссылки на них вы можете найти в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. И увидимся в следующем эпизоде прохождения симулятора культистов и в других играх. Всех обнял. Спасибо. 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 Спасибо.